И теперь холушки Амигаса. Сегодня в рубрике вашей игры оказалась Алиса Американо Магии. Значит, Американ Магии, как я посмотрел в интернете, мне просто стало интересно, кто это. Это гейм-дизайнер, который участвовал в создании таких игр, как Doom и Quake. Знаете, игра, по-моему, 2008 года. Странная в итоге получилась какая-то реклама, то есть игра чувака, который сделал Doom и Quake. Это все равно, что, не знаю, рекламировать охуенную плазменную панель с 3D изображением от создателя квадратного черно-белого телевизора. То есть, как бы, ну, по сути, гордиться-то сейчас нечем, что ты когда-то рисовал дизайн для каких-то 8-битных уродов. Ну, хрен его знает. В принципе, эта игра, я так понимаю, тоже не про графику, нифига. Зато в ней есть правило, очень интересно. Вы грим. А, то есть я даже не Алиса играю. А то я уже хотел сказать, типа, я расскажу тебе сказку, мой юный слушатель. Все вокруг вас переходят из света во тьму. Используйте свои силы, чтобы преобразить миленькие, миленькие, добренькие сказочки. Мрачные кровавые месиво! Вперед. Проходите рядом с маленькими предметами, чтобы затемнить их. С каждым затемненным предметом ваш темнометр будет заполняться. Вонюче, низко, грязно, погано. Где детонатор? Как, я просто недавно об этом посмотрел, мне так нравится. Блядь, какой гений придумал вот так его озвучить. Ёб твою. То есть реально вот это, где детонатор? Своя, блядь. Ой, ладно. Заполните свой темнометр до следующего уровня. И сможете затемнять все более крупные предметы. Звучит довольно интересно, кстати говоря. Управление, как я люблю, для дебилов. Ровно шесть кнопочек, прыжок и двигать вперед. А, и на мышке тоже есть прыжок. Очень классно. А, если он... Он сыт. Он нассал и прыгнул в свою санье и обрадовался. Да, говорит он. Смотрите, опа, в саки попал. Если вы не двигаетесь, грим начинает писать. Направляйте струю с помощью мыши, нажмите прыжок, чтобы автоматически прыгнуть туда, куда льется моча. Блядь, возможный наркоман, но какого хуя? Если вы не двигаетесь, грим начинает писать. Каждый раз, когда нихуя не делаю, он начинает ссаться. Значит, можно направить струю с помощью мышки, а затем нажать, и он прыгнет туда, куда нассал. То есть здесь моча это трассирующий прицел. То есть наведение мочой. Охуительная идея. Блядь, как хорошо, что я читаю обучение. Блядь, я впервые этому рад, что, сука, я открыл обучение. И я бы хуй догадался, что можно прыгать туда, куда ты ссышь. Это было бы невазу. Так, находясь в воздухе, нажмите прыжок, чтобы как следует ударить задом. Врежьте жопой по цели, чтобы перейти к следующему эпизоду истории. Биться жопой об клетку. Походу, американ маги выращивают отменную ганжу у себя на подоконнике, потому что это, блядь, нормальному человеку хуй когда приснится. Счастливые люди и пушистые создания будут за вами подчищать. Это же хорошо. Я с детства мечтаю, что кто-нибудь подчищал моё дерьмо и вытирал мне задницу. Но в каком-то возрасте почему-то мама перестала это делать. И с тех пор у меня появилась необходимость в жене. Да, блядь. Так, ударь. Ой, блядь. Так. Люди, ударьте опять жопой неподалёку от них, чтобы их оглушить. Или заполните свой темнометр настолько, чтобы затемнить их и заставить прервать очищение. Нокаутировать жопой. Вот и всё, что вам нужно знать. Вперёд, исправьте эти сказочки. Чёрт. Это гениально. Это звучит гениально. Я такого ещё не видел. Нет, я видел на Сеге игру про привидения, где надо было выселить людей из дома, вселяясь в различные предметы и пугая людей. Но надо сказать, что там от игрока вообще нихуя не зависело, потому что вселялся просто каждый во всё подряд. Когда люди подходили, просто объект детонировал. То есть там... Но в промежутках, если тебя палила собака, твой персонаж реально обкакивался, блядь. Он срал лепёшками, которые... Нет, вернее, там люди срались перед теми, как из дома убежать, а он подбирал их лепёхи. Вот. И если его палила собака, он попадал в ад, короче, в какой-то или что-то типа того. И вот там вот, блядь, пройти было просто охереть, как сложно. Лучше бы игра состояла просто из пугания людей. Так, подождите, я правила уже прочитал. Перед этим я прочитал правила. Это, оказывается, здесь обязательно, да, или что? А, вот игра. Просто игра здесь не сверху. Театр совета. А, театр совета. Театр тьмы, блядь. Зачем нажал театр света? Красная шапочка. Так, вот задачка. А это карабас-барабас, наверное, да? Таким образом, маленькая красная шапочка, непослушная девочка, у которой с глазами, судя по всему, так же плохо, как и с головой, могла избежать верной гибели, повстречавшись с самым злобным и страшным обитателем леса. Ммм? Да никак. Чикатилы, что ли? Я скажу, что это было невозможно. Только ни слова против... История начинается со стандартного конфликта матери и дочки. Мать дает своему ребенку подробные указания и советы. Дочка же немедленно плюет на них. Какова мораль? Красная шапочка, отнеси-ка эту бутылку вина и пирожные своей бабушке. Она заболела и плохо себя чувствует. Иди прямо, никуда не сворачивай и не разговаривай со встречными. С радостью, мамочка, я сделаю все, как ты скажешь. В лесу обитает много разных животных, и далеко не все из них катятся на роль домашних любимцев или еды. Какие прелестные маленькие зверушки, так бы и съела их всех. Пожалуй, я пропущу эти заставки, поскольку они представляют из себя самостоятельный юмористический продукт. И в чьих либо комментариях, по-моему, они не нуждаются. Прекрасно, прекрасно, малышка. И я думаю, что большинство их уже видела. И вот, собственно, началась игра. И люди здесь похожи на какие-то деревянные куклы. Тут вообще, в принципе, все какое-то деревянное. Грим стоит и сыт. Управление сделано таким образом, что повернуть его лицом к камере, и посмотреть на размер его смычка невозможно. Когда он сыт на людей, люди не реагируют. Видно, что он... Нет, реагирует, смотрите-ка. Я прочитал правила, как вы видели, но я что-то не врубаюсь. Весь геймплей состоит из того, что мне надо бегать и плюхаться задом жопой об землю рядом, сука, с людьми. И при этом... А при этом затемнять всю карту... Вот я не могу забрать у нее корзину, украсть ничего не могу. Я могу только бегать и так надо закрасить всю территорию, что... В целом, геймплей... Даже если бы здесь, я не знаю, была кровища, расчлененка и трупы, геймплей, ты детский. Бейся задом сюда. Бейся задом, бейся! Бьюсь задом, бьюсь! Да. Я, к сожалению, я давно скачал эту игру. Поэтому я не помню, кто мне ее скинул, но не понимаю зачем. Что я тут должен, собственно, говорить? Что я тут должен... Высмеивать? Как бы, если вы находите игру какой-то смешной И хотите, чтобы я в неё поиграл Он не знает, что от этого станет смешнее Потому что это уже юмористический продукт Тут не на чем смеяться, по большому счёту Ну, если вам, конечно, лет не 10, наверное Если 10-летний, то может здесь какой-то юмор Вы и углядите, и посмеётесь Типа над тем, что ахаха Красная шапочка несёт бабуле фуфырь вина Бухать Но когда вам уже лет Лет больше 15 Я думаю, фразы, что бабушка отбросит копыта До того, как красная шапочка принесёт пирожки Веселить вас, я думаю, не буду Как это всё оригинально и гениально звучало при обучении Что за белка такая? Как бы всё это не звучало гениально при обучении Сейчас это просто какая-то Борода То есть даже на Сеге, вот в той игре, которую я упоминал Про привидения Там это возможности было больше И наблюдать было прикольнее за происходящим Тут ты что-то бегаешь Куда-то всё тёмным становится Ну и охрену, узнай Такие игры детям на планшетах устанавливают Нет, ну объективно, чё, не так, что ли? Ну и как я это должен испортить? А, надо подождать, пока он ссать начнёт, наверное, на неё Нет? Чувак, это не мог бы ссать повыше? Нет, я, наверное, недостаточно загрязнил здесь всё Проклятые белки всё очистили Ну хорошо, ну давайте вот 10 минут играю, если Если никаких изменений в этом геймплее не наступает Я говорю, извините, иду смотреть следующую игру Ну потому что я, не знаю, если каким-то Немножко Полудурком чувствую, когда играю в детские игры А вы мне в комментах напишите потом В чём тут тогда прикол вообще Кто-то просто писал, что это его чуть ли не любимая игра, насколько я помню Ну блин, интересно А, за что ты её любишь? За то, что здесь можно бегать и прыгать? Лучше бы это была, если это игра От чувака, который придумал кваку Придумал Чё он там ещё придумал? Дум Ну, геймдизайнер был Лучше бы это была игра, где надо из обреза убивать телепузиков Вот это было бы да Но это было бы серьёзно Это было бы жёстко И всем бы нравилось Но нахрена бегать по сказочному миру И плюхаться жопой на каждом шагу Обо что-нибудь? Не знаю По болоту, я так понимаю, я не могу, да? Но это же нелепо Ну вот волк превратился в демоническое вещество Почему он не допрыгнул-то? Вот волк превратился в демона Но он не напал на красную шапочку Не откусил и голову почему-то Меня это расстраивает Я думал, что игра будет выглядеть именно так То есть, осквернение сказки Это не значит всё покрасить чёмный цвет Охренные стихии Да вообще Охренные стихии Кури, бамбук и лопухи Ёпты, вот Чё я могу сказать, блядь Просто такие сочинять, блядь Ай, да ладно Чего уж там Да-да, и повторять можно бесконечно, да? Одну и ту же рифму Это дело Я люблю Ты любишь, когда прыгают уёбищные гигантские бумажные кролики? Ну, давайте продолжим Главное достоинство этой игры, я думаю, это низкие требования к видеокарте А красная шапочка рвёт цветы Вот же бестолочь Жду не дождусь, когда старая карга окажется у волка в пасти А красная шапочка пусть погорюет И поделом ей Да Круто Сделай это погано Сделать это погано? Вперёд О, боже Если бы в комнату вошёл папа, он бы прихуел, наверное, от того, что игра Ай, блядь Сказал бы, внуков нет Нихуя нет Сидишь, блядь, играешь в детские игры Надо было тебя в армию сплавить, ёптель О, жестокая, холодная вода Это очень плохо, что он не допрыгивает в некоторых местах с разбегу Давай, давай, поднатужься, дай напору, ёптель То есть можно не перелететь Очень классно Он изменился, да, у него выйти глаз, появились какие-то эти И мы... Но это не детская игра, нет Тут мы можем писать на детей Это не круто Это не круто И Тесак должен, я думаю, обратить внимание на разработчиков этой игры Хотя, я думаю, у него сейчас нет возможности обращать на что-то внимание Может быть, у тебя вся соль в конце сказки заключается? Или здесь вся игра длинная в эту сказку? А, говорили, что люди будут подчищать за мной Но они просто бегают следом за мной и перекрашивают всё в другой цвет Их очень много И навсегда их нейтрализовать невозможно Можно только подождать, пока они соберутся в кучу и застанет всю толку Да Американ маги? Ты очень странный человек, я тебе хочу сказать Как я могу сделать? А, вот здесь какой-то пиздюк всё почистил Чёртовы засранцы и поганые дети Они мешают... А я и так детей не очень люблю, они ещё не мешают Ну всё Запоганил, довольно Ударим хорошенько! Дальше ударим, больше тут делать ничего нельзя Что-то глупые вопросы Даже, знаете, монетки какие-то не выпадают Чтобы их пособирать можно было Надо просто бегать и прыгать, бегать и прыгать Причём я не узнаю эту сказку вообще Ну вот я увидел волка, я увидел красную шапочку Но я не вижу каких-то событий ключевых из этой сказки Ну вот домик бабушки А я-то как надеюсь? Это грязно Испортить это грязно Ты чё, девку портишь? Чё, девку надо портить? Шапка, иди сюда, сделаем это грязно, сучка Это что, поросёнок или кот? Это кот, сделанный из бревна, по-моему Ну а чё, у меня на даче был мотоцикл из бревна Чё только не сделают детям, чтобы под ногами не мешались Ну и... Ну вот сейчас посмотрим Я надеюсь, что сейчас игра отмочит просто королевским юмором Чей черёд? Низко Чё низко-то? А вот этого в обучении не было, что можно зажать shift и что-то происходит Весело и сильно задом от души Тут весь юмор связан со словом зад, я так понимаю Может это гипноз Какой-то пробуждает в детях тягу к задницам А чё это за гномы? А, они сейчас всё почистят, да? Смотрите, как они быстро чистят А поздно это И так Красная шапочка смекнула, что случилось нехорошее Но это только начало Давай, волчара, жри её Пока что ничего не случилось, бабка на месте Сделай это гадко А, теперь надо бабку испортить Нет, бабку испортить я не хочу Блядь, да тут да гадко ещё Знаете, сколько, блядь, бегать надо? Я думаю, эту бабку испортили ещё, блядь В 41-м у меня хво, я не знаю И тут мне предлагают Гадко-гадко испортить Блядь, гном Тухло-гадко, отвратно, ужасно, кошмарно Но, блядь Слушайте, может я нахуй в какую-то другую Алису играю Может мне не эту советовали Я вроде обычно копирую Так-то и название, ну, блядь Я чё-то вообще не понимаю Для чего мне в это играть Везите мне кто-нибудь Бэнк Да Бегать по одной локации По одним и тем же местам Из-за долбанных гномов Очень круто И в итоге засчитывают только суммарную площадь, да? Загаженную, походу Чапкой и лупи Теперь надо бежать до бабки До того, как гномы опять что-нибудь вычистят И мой рейтинг упадёт, как я понимаю Режем задом А вот он волк нарисовался И он съел её И меня Окей, ну Это новый рекорд Я без базара Это пиздато И теперь Теперь мы в пасте волка И мы сым волку в рот А что это у него болтается такое? Что это? Глаза чьи-то? Почему у волка во рту глаза? Брюхо животного Фу, какая мерзость Вот здесь уж точно Не помешало бы навести порядок И хватит уже лакать желудочный сок Сделай это Вонючее Знаешь, у меня есть идея получше Я думаю, что я сделаю Я сделаю не вонючее Я сделаю правильно Я просто снесу эту игру с винта Потому что это какой-то бред Извините, кто там писал Эту заявку, блин Вот если бы мне было лет 8 Может я бы её заценил Я вообще нахер не понимаю Что это, блядь, за игра Такая И этому Американу Магии Бля, я не знаю Чувак, нахуя ты в это ввязался? Ну я вообще в начале видео сделал предположение Ну вернее Шутканул по этому поводу По-моему По-моему, Американ Магии Ты какой-то хрен Может Есть какие-то твои заслуги В думе и в кваке В олдскульной Но эта игра Это полная жопа Я не знаю Ты своим участием Её ни хрена не облагородил По-моему Не знаю Но, или хотя бы Ну я уже говорю Напишите мне в комментах В чём тут вся соль В чём тут вся суть Так что жду комментов Адьё, Амигас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!